Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня поговорим про здоровье игроков и просто людей, которые много времени проводят за компьютером. Разберем основные заболевания, которые подстерегают всех, чья попа слишком много времени размещается в мягком кресле, изучим, почему они возникают, а главное, как с ними эффективно бороться, точнее, вообще не допускать. Двигаться будем по нашему телу сверху вниз, чтобы и запоминалось лучше, и какая-то логика тоже прослеживалась. Усаживайтесь по удобнее, в рамках сегодняшнего разговора это особенно важно, и поехали смотреть что и как. Начнем с глаз. Тут у нас может быть несколько проблем. Первая и самая частая – синдром сухого глаза. В норме роговица покрыта тонким слоем слезной жидкости, который продуцирует слезные железы. Если жидкости мало, роговица начинает сохнуть, и появляется характерная резь в глаза. Жидкости может быть мало по двум основным причинам. Ее мало образуется в слезных железах, и тут надо сразу топать к врачу. И вторая причина – человек слишком мало моргает. И вот это самая частая проблема у людей, которые много времени проводят за компьютером, особенно в играх. Нормальная частота моргания – 12-20 раз в минуту. В десятых годах в Корнельском университете проводили небольшое исследование игроков в шутеры. И было четко выявлено, что уже после 30 минут непрерывной игры частота моргания снижается до 80 раз. Снижение не постоянное. Когда человек, например, закупается или просто выходит в меню, частота увеличивается. А во время долгой прицельной стрельбы, наоборот, просаживается иногда даже до 4-5 морганий. И это приводит к регулярным разрывам слезной пленки, повреждению роговицы и потенциально к очень серьезным проблемам со зрением. Важный момент. Снижение частоты моргания в момент сосредоточения – это естественный процесс. В природе это нужно для того, чтобы вот в прямом смысле не проморгать опасность. Или наоборот, не упустить добычу. Хищники, когда следят за жертвой перед рывком, вообще не моргают. Думаю, видели ролики, скажем, с тиграми, когда они следят за антилопой. И аналогично антилопа, если почуял опасность, замирает и тоже не моргая осматривается. Когда такое происходит не слишком часто, никаких проблем не возникает. Но вот если скорость моргания снижается регулярно, прям изо дня в день, неделя за неделей, месяц за месяцем, как раз и формируется синдром сухого глаза. Бывают и другие причины, но у игроков чаще всего причина именно в постоянном сосредоточении на экране. И решить эту проблему очень просто. Действовать можно по рекомендации тех же ученых, что проводили исследования на геймерах. Нужно сформировать у себя устойчивую привычку раз в полчаса, а лучше каждые 20 минут, давать глазу отдохнуть. Отводите взгляд от монитора, делаете 5-6 осознанных и частых морганий, фокусируетесь на чем-нибудь вдали, еще несколько раз моргаете, фокусируетесь на чем-то рядом с собой, что расположено ближе, чем монитор, еще несколько раз моргаете и все. Некоторые офтальмологи говорят, что даже если делать подобные упражнения раз в час, то вероятность формирования синдрома сухого глаза снижается многократно. Я это упражнение делаю лет с 20 постоянно, и проблем с сухостью в глазах нет. И что еще важно, упражнение с фокусировкой на предметах на разной дистанции автоматически решает вторую распространенную проблему игроку. Это спазм аккомодации. За фокусировку на объектах в нашем глазу отвечает слярная мышца. Она изменяет кривизну хрусталика. И долгая фокусировка на объекте, расположенном от нас на одной и той же дистанции, а это вот как раз монитор, может привести к тому, что мышца перестанет справляться со своей задачей. Формируется ложная близорукость. На деле проблема затрагивает не только мышцу, но и часть нервной системы цилиарной ганглии, но суть это не меняет. Чтобы мышца чувствовала себя хорошо, нашему глазу и хрусталику в нем нужно постоянно аккомодировать. То есть изменять свою кривизну, фокусируясь на предметах на разном расстоянии. Я, например, просто блуждаю взглядом по комнате и останавливаю его на крупных предметах. Там стандартно дальняя дверь, тумбочка, цветок, лампа, а затем мышка и еще палец к носу подношу, и на нем тоже фокусируюсь. Плюс-минус это выглядит как любое упражнение, которое рекомендуют офтальмологи. Некоторые даже советуют специально расставлять в комнате крупные объекты на разные дистанции, чтобы не приходилось постоянно вот задумываться, на чем бы сфокусировать взгляд во время зрительной зарядки. Спускаемся ниже. Шея. Это давняя проблема человечества. С тех пор, как мы слезли с дерева на землю, начали ходить вертикально, и у нас начали увеличиваться мозг, и как следствие голова в целом, шейный отдел, да и позвоночник приняли на себя очень серьезную компрессионную нагрузку. И одна из проблем, которую мы получили, вертебробазиллярная недостаточность. Из-за патологического перенапряжения мышц и искривления шеи нарушается приток крови в мозг по базиллярным и вертебральным артериям. И как результат, недостаточное кровоснабжение мозга, головные боли, нарушение чувствительности лица, и там еще целый букет симптомов. Причин вертебробазиллярной недостаточности много. Лечить ее нужно только под присмотром врача. Но! Самый простой способ снизить риск возникновения максимально простой. Это правильное положение головы и шеи на протяжении всего времени, которое вы проводите за компьютером. Как его определить? Встаете, расправляете плечи, смотрите строго перед собой, отклоняете шею назад, вот словно стоите в строю, и после этого ровно садитесь. В этот момент шея и голова под действием мышц кора у вас чуть-чуть сдвинутся вперед. Вот, это как бы и есть максимально правильное положение. К сожалению, большинство людей во время игры и работы вытягивают вот так вот шею к монитору. Это происходит совершенно неосознанно, но в результате вы часами сидите с неправильным положением шеи. С перенапряженными лестничными мышцами, со слегка спазмированной трапецией и грудинно-ключично-сосоевидной мышцей. Шея наклонена вперед, голова переразогнута, и именно в этом положении артерии шеи пережаты. И тут посоветовать можно только одно. Вы должны сами осознанно следить за положением головы и шеи во время работы и игры. Монитор должен быть на расстоянии, когда вы идеально четко различаете текст на экране, не наклоняя голову. А это зависит уже от размера шрифтов, от их контрастности, а в играх даже от того, на какой дистанции вы привыкли файтиться, ну скажем, в шутерах. Потому что я несколько раз наблюдал ситуацию, когда человек играл с независимым фолом, потом решает поиграть с зависимым, поле зрения становится больше, и в итоге человек начинает тянуться головой к монитору, чтобы разглядеть противника. И проводит в таком положении часы, даже вообще этого не замечая. Поэтому только хардкор, только осознанный контроль осанки во время игры и работы. И на консолях, когда играете на диване, аналогично. Если играть раз в неделю по часику в характерной неправильной позе, когда сидите на краю дивана и шею вытянули в сторону телевизора, как бы ничего страшного не случится. Но если сидеть так постоянно, возникнут ровно те же самые проблемы. У кого-то раньше, у кого-то позже, через много лет, но возникнут. Поэтому лучше их просто не допускать и сидеть правильно. А сейчас небольшая, и при этом тематическая рекламная интеграция. Тоже про сохранение здоровья. В фокусе внимания сегодня умные весы и пикук S3. Помимо основной функции, то есть измерения вашего веса, S3 умеют измерять множество дополнительных показателей вашего организма. Объем воды, костную массу, опосредованно вычисляют долю белка и жира, показывают пульс и много чего еще. Все это передается на смартфон и суммируется в приложении в виде наглядных графиков, по которым можно отслеживать, насколько грамотно и эффективно вы худеете. Ну или толстеете, в зависимости от того, что вы на самом деле делаете. Кроме того, что весы мониторят кучу показателей, они сами по себе очень эргономичны. Табло большое, цифры легко читаются и в полной темноте, и при ярком солнечном свете. Стекло очень просто протирать, при этом весы легкие и невысокие. Если мало места, их буквально одним движением ноги можно задвинуть под шкаф, под тумбочку или под диван. S3 это самые продвинутые весы в линейке. Если вам не нужно столько собираемых параметров, то у пикук есть и менее навороченные модели. Но все ключевые данные они тоже собирают. Изучить все детально можно по ссылочке в описании. А по промокоду Макаренко в течение двух недель на пикук.ру действует скидка 20% на весь ассортимент сайта. Например, там есть отличные перкуссионные массажеры, про которые я вам тоже уже рассказывал. В общем, переходите и закупайте себе или в подарок. Гаджеты действительно классные. И не пропустите скидку. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Спускаемся еще ниже и переходим к нашим рукам. И встречаемся с, наверное, самой частой проблемой, от которой страдают игроки. Туннельный синдром или синдром запястного канала. Что это такое? Смотрите, вот эта вот пясть в просторещии ладонь. Она состоит из пяти прямых радиально расходящихся костей, которые продолжаются в кости пальцев. И у нас есть предплечье, в основе которого две кости, лучевая и локтевая. Но сочленить напрямую пять небольших продольных костей и две большие так, чтобы сустав получился и сильный, и очень гибкий одновременно, просто невозможно. Поэтому между костями пясти и предплечья расположены еще восемь небольших асимметричных костей. Это и есть запястье. Косточки расположены в два ряда, соединены связками, и вот как раз между тремя из этих косточек и лучевой костью формируется очень гибкий шарнир. Луч и запястный сустав. С ладонной стороны этот сустав укреплен поперечной связкой. Она прям очень прочная. И получается, что между костями запястья и этой связкой образовано отверстие. Это как раз и есть запястный канал. И в нем проходят сосуды, сухожилия мышц и срединный нерв. Понапихано там все очень плотненько, еще и жировая клетчатка есть. Поэтому при любом изменении положения кисти что-нибудь в этом канале обязательно чуть-чуть да передавливается. И если сильно отвести кисть в любую сторону и долго подержать, она обязательно либо станет холодной, потому что пережмутся сосуды, либо начнет неметь, потому что пережмет срединный нерв. Это не патология, а просто анатомическая особенность. Мы вот так устроены. Тоннельный синдром начинается, когда сдавление нерва становится постоянным, то есть хроническим. Например, в результате частых сгибательно-разгибательных движений. Если вот по жизни много и сильно делать вот так, то в структурах канала, особенно в жировой клетчатке, может начаться асептическое воспаление. Ткани отекают, сдавливают нерв, нарушается чувствительность и появляются боли. У тех, кто постоянно работает и играет за компьютером, такое встречается часто. В некоторых исследованиях начальные стадии туннельного синдрома обнаруживали у каждого пятого человека, проводящего за компом более четырех часов в день. Начальные симптомы это легкое онемение пальцев и легкое покалывание. Что можно и нужно делать, чтобы этого не допускать. Самое банальное, каждые полчаса устраивать перерыв, отрываться от игры или работы и разминать суставы. Делать вот такие легкие вращательные движения. Это несложно совместить с зарядкой для глаз. И что важно, если проблемы уже появились, то с такими разминками как раз надо быть предельно осторожным. Потому что если воспаление уже пошло, часто наоборот, нужна жесткая фиксация сустава в ортезе. Поэтому если болит или не имеет, то прям сход к врачу. Но самое главное для предотвращения туннельного синдрома это эргономика рабочего места. Смотрите, вот прям на пальцах. Самое опасное это долгое состояние положения кисти в состоянии разгибания. Есть статистика, по которой туннельный синдром чаще всего формируется у людей, у которых во время игры или работы кисть разогнута на 20 и более градусов. В каких случаях это происходит? Высокая клавиатура и отсутствие подставки. Кисть пошла вверх, нерв чуть-чуть сдавился, и вот так каждый день несколько часов. В играх ситуация даже хуже, чем при наборе текста, потому что при наборе кисть ну хотя бы чуть-чуть постоянно меняет свое положение. А в играх обычно васт и баста. Ставим подставку под запястье, кисть выправляется и проблема уходит. Самое жуткое это столы с выдвижной подставкой для клавиатуры. Она почти всегда расположена слишком низко, и вот разгибание кисти там просто неизбежно. Поэтому, пожалуйста, не пользуйтесь такими столами на постоянке. Это прям очень вредно. И отдельно про подставки. В идеале нужна мягкая, а не плотная. Потому что, когда кисть лежит на подставке, это дополнительная точка опоры при приподнятом предплечье. И если подставка жёсткая, происходит уже чисто механическое сдавление. Лучше брать подставку с наполнителем и с небольшим наклоном вот по диагонали по направлению к вам. Но с подставками все плюс-минус себе представляют, что это для высоких, особенно механических клавиатур полезно. Но есть ещё мышь. И опять же, по статистике, проблемы у геймеров чаще всего возникают именно с запястьем руки, которая орудует мышкой. Почему так происходит? Потому что клавиатура это тяжёлая штука, она стоит примерно на одном месте, и мы так или иначе помещаем её в удобное для себя положение. А вот мышь мы контролируем куда слабее. Смотрите прям наглядно. Если ладонь находится прямо в плоскости предплечья, боковые движения в суставе, то есть вот при ведении и отведении ограничены. Но стоит согнуть или разогнуть кисть, и амплитуда тут же становится больше. То есть вот, смотрите сразу, насколько можно отвести. А всё потому, что к движению кисти чуть-чуть добавляются вращения предплечья. И играть так удобнее. Иногда игроки специально поднимают кресло, чтобы добиться вот такого вот изгиба. Но именно этого делать и не надо, потому что это банально вредно. Так что следите за положением рук и особенно кистей. Пользуйтесь подставками, контролируйте, как именно вы держите мышку во время игры, и не забывайте про небольшие разминки, и тогда шансов заработать туннельный синдром будет минимум. И с кистями есть ещё одна отвратительная штука. Называется она мышиный дерматит, по-английски Compute Mouse Dermatitis. А на русском вообще устоявшегося названия нет. Что это такое и откуда берётся? Это дерматит, заболевание кожи, которое формируется у многих людей в областях, где пальцы и ладонь прилегают к мышке. Кто-то с этим никогда не сталкивается. У кого-то дерматит случается редко и протекает в очень лёгкой форме. Просто покраснение по боковой поверхности пальцев, иногда популёзные образования, похожие на потницу, которые потом через некоторое время сами проходят. Но иногда мышиный дерматит переходит в очень серьёзные формы, и его приходится долго и нудно лечить под присмотром врачей с помощью гормональных мазей. Фотографии запущенных случаев показывать не буду, чтобы ничью психику не травмировать, но если захотите, просто сами задайте по поиску компьютер Mouse Dermatitis и сами всё увидите. Только именно со словом компьютер ищите, а то найдёте только дерматит у лабораторных мышей. У меня эта штука несколько раз была, но именно в виде легчайшего раздражения на боковой поверхности безымянного и указательного пальца. С чем это связано? Во-первых, с тем, что кожа в области касания мышки постоянно чуть-чуть раздражается. Во-вторых, если пальцы плотно прилегают друг к другу и к самой мышке, кожа в области контакта постоянно потеет, мацерирует, и туда легко подсаживается инфекция. Ну и третий момент, наверное, самый важный. Мышка — это лютый рассадник инфекции. Есть прямо исследования, которые показывают, что концентрация бактерий на поверхности мыши в десятки, а иногда в сотни раз превышает аналогичный показатель, например, просто на поверхности стола. При этом на мыши бактерий обычно намного больше, чем на поверхности клавиатуры. Ровно по той же самой причине. Мышь мы сжимаем постоянно, среда более влажная, а по клавишам мы просто стучим, и суммарное время контакта намного меньше. И из этого автоматам следует, как с мышиным дерматитом можно бороться. Мышку нужно постоянно протирать, особенно если она покрыта софт-тач пластиком. Вопрос, чем именно протирать? Сходу в голову, конечно, приходит спирт, и как бы да, это действительно отличный вариант, но только если мышь без софт-тача. Потому что софт-тач покрытие от спирта обычно со скоростью звука либо облезает, либо меняет структуру и становится омерзительно липким. Я так несколько мышей угробил когда-то за убитый корпус Logitech G9, особенно обидно. Хорошо, что он хотя бы сменный и заменяемый. Поэтому для софт-тача лучше использовать не спирт, а хлоргексидин, ну, точнее, биглюканат хлоргексидина. Это универсальный антисептик, продается в любой аптеке, стоит копейки, но очень эффективен. Если что, в куче клиник его вообще используют для влажных уборок. Ну и в целом, хлоргексидин по жизни очень полезная штука. И можно протирать ранки, полоскать горло во время ангии, но он отлично заменяет перспиранты, при этом выработку пота он не замедляет, это как бы хорошо. А вот запаха нет очень долго, потому что бактерии размножаются намного медленнее. Если что, я, например, постоянно заливаю хлоргексидин в стакан с зубными щетками, вот буквально на донышко совсем чуть-чуть. Думаю, знаете, что если ручка у щетки прорезинена, и вы храните ее именно в стакане, то вода с щеток стекает на дно, и на ручках щеток начинает расти черная плесень, то есть аспаргил. И фиг эту плесень из резины очистишь. Если поливать хлоргексидином, никакой плесени никогда не вырастет. Про профилактику мочеполовых инфекций с помощью хлоргексидина, думаю, тоже многие отлично знают. Единственный момент, который нужно помнить. Без назначения врача не используйте хлоргексидин для промывания глаз. Есть исследования, которые показывают, что слизистую век и роговицу хлоргексидин может сильно раздражать. При этом 0,02% раствор такие при конъюнктивите врачи часто назначают. Но самим лучше не рисковать. Спускаемся еще ниже и попадаем в область поясницы. Тут идейно та же история, что с шеей. Из-за прямохождения мощная осевая нагрузка. Межпозвонковые диски со временем изнашиваются, образуются протрузии, защемляются нервы. В случае с играми проблем обычно две. Первое. Недостаток физической нагрузки и, как следствие, слабый мышечный аппарат, отвечающий за правильное положение позвоночника во время самых разных движений. Вторая проблема. Неправильная посадка, излишний сгиб поясничного отдела, передний наклон таза, опять же из-за слабости отдельных групп мышц. И в результате защемления корешков спинномозговых нервов. С первым боремся упражнениями, но тут есть сложность. Часто люди просто начинают как-то качать поясницу. Но чтобы нагрузка на нижний отдел позвоночного столба была равномерной, в балансе должны быть сразу несколько групп мышц. Как минимум, квадратная мышца поясницы, грушевидная мышца, многораздельные мышцы, четырехглавая мышца бедра и все три ягодичные мышцы с каждой стороны. Большая, малая и средняя. Комплексов на укрепление поясничного отдела масса. Есть очень простые, рассчитанные буквально на 5-10 минут занятий. Один, два, но иногда три раза в неделю. Подбирайте то, что вам нравится, и просто используйте. Отдельно скажу, что в любом случае очень полезны гиперэкстензии. Только делать их надо как раз-таки без гиперэкстензии. То есть разгибать позвоночник до состояния, когда ноги и тело выпрямляются прям вот в одну линию. А вот переразгибать как раз-таки вредно. А для прокачки ягодичных мышцы отлично подходят выпады с гантелями. Гантели в две руки, одну ногу отводите назад и приседаете, а затем только силой передней ноги поднимаетесь. Гантели должны оставаться на вертикальной линии, соединяющей таз и пол. И отдельно подбирайте упражнения для исправления переднего наклона таза. Он, к сожалению, есть у многих работающих за компьютером людей и приводит к излишнему прогибу позвоночника в поясничном отделе. И это ситуация, которую надо, естественно, исправлять. Можете смело посмотреть ролики Джеффа Кавальера. Он отлично разбирается в анатомии и физиологии. Вот большинство его советов, которые я видел, очень толковые и основаны вот не на какой-то такой фальшивой логике, которая бывает у плохо знающих медицину фитнес-тренеров, а на реальные механики нашего костно-мышечного аппарата. И отдельный небольшой разговор про плоскостопие и про обувь. Так уж вышло, что опять же, из-за нашего пресловутого прямохождения в стопе крайне неэффективный аппарат для амортизации. Позвоночник у нас расположен вертикально. В итоге вся нагрузка через поясницу, через тазобедренные и коленные суставы, через всю вот эту хитрую систему рычагов в ноге падает на стопу. И все, что есть в стопе для обеспечения амортизации, это ее своды, образованные ворохом совсем небольших косточек и кучей далеко не самых сильных мышц. И если эти своды из-за слабости мышц разваливаются, образуется плоскостопие. Многие считают его чем-то несерьезным и не особо опасным. Но на деле, вот просто представьте, что при каждом шаге весь вес вашего тела почти без амортизации рушится на таранную и на пяточную кость. Это чудовищная компрессия и для вышележащих суставов, и для позвоночника, и особенно для его поясничного отдела. Поэтому выправлять плоскостопие нужно прям в обязательном порядке. Сходить к ортопеду, сделать тест, и если плоскостопие есть, выработать программу лечения. Это прям супер важно. Различных упражнений для выправления плоскостопия в сети можно найти массу. Специально оставлю в описании ссылочки на самые годные с моей точки зрения ролики. И, конечно, давайте расскажу про обувь. Потому что правильная обувь это половина успеха в сражении с плоскостопием. И тут есть два ключевых момента. Правильная стелька и правильная подошва. Если вы много ходите, а ходить много очень и очень полезно, то, во-первых, покупайте хорошие анатомические стельки. Мало кто знает, но почти вся обувь продается с отвратительными стельками-заглушками. Стоит поставить нормальную анатомическую стельку и удобство меняется прямо на порядок. Производителей хороших стелек много. Рекламировать конкретные бренды не буду, все это легко гуглиться, но последовательность такая. Идете к ортопеду, определяете, есть или нет у вас плоскостопие, если есть, то какого типа. И уже врач вам посоветует, какой тип стельки вам лучше всего подходит. А вот если плоскостопия нет, то ортопедические стельки не нужны. Нужны именно анатомические, желательно сформованные именно под вашу ногу. Второй момент по поводу обуви это ее подошва. Если вы много ходите, то хорошая амортизирующая подошва способна принять на себя значительную часть ударной нагрузки от каждого шага. И тут есть вот какая штука. У большинства производителей спортивной и околоспортивной обуви в ассортименте есть как обувь с крутыми амортизирующими подошвами, так и откровенно с фиговыми, где деньги берут просто за бренд и за дизайн. Не ведитесь просто на бренд, смотрите именно на материал. Причем из хорошего материала должна быть вот не просто какая-то маленькая небольшая вставка, а целиком формовка и каблучной области, и области наката. У каждой компании такие подошвы называются по-разному, но суть везде одна и та же. Это слитые пузырьки или сеточная структура из ТПУ, то есть термополиуретана, или эвоетлинилацетата. Давайте прямо на примере своей обуви покажу, как работает подошва с крутой амортизацией и почти идеальным накатом. Чтобы вы понимали, на плохой подошве я могу пройти по асфальту ну километров 15-20. После этого спина начинает разваливаться, и на следующий день она будет болеть. С нормальной подошвой я спокойно много раз проходил 30-40 километров, и спина чувствовала себя идеально. Думаю, полтинник можно сделать, но для этого просто время столько нужно. Если вы покупаете у производителя обувь с подошвой, где никакой дополнительной технологии вспенивания нет, а обувь стоит при этом дорого, то вы тупо переплачиваетесь за стиль, марку и дизайн. Возможно, за премиальные материалы. То есть за все, что угодно, но только не за самое главное, за защиту ваших коленей и позвоночника. С самими амортизационными подошвами тоже есть, конечно, отдельная засада. По факту они не стоят бешеных денег в производстве. За цену вот пары обуви с такой подошвой можно полвагона этилен в него цитат купить. Но тут вы хотя бы понимаете, за что раскошеливаетесь. За здоровье. Ну и давайте просто перечислю названия технологий по самым популярным брендам. Большинство из них, думаю, вы и так слышали. У Adidas это Boost и его аналоги, у Nike это React, у New Balance это Fresh Foam, у ASICS это Flight Foam, у On Running это Cloud Tech, у Puma это Cell, у Columbia Tech Light, у Reebok это DMX, у HOKA ProFly, у Slomon NG Cell Plus, ну и, соответственно, аналоги этих материалов. У каждого бренда их обычно целая линейка, обычно на сайтах можно детально почитать, чем они отличаются. Компании все эти технологии жутко рекламируют, описывают как что-то совершенно невероятное, на деле, ну это просто пузырьки из материалов, которым сто лет в обе. Да, они хорошо работают, но никаких космических супер-пупер-дрипер нанотехнологий, как вот про них часто пишут, там нет. Но это хотя бы работает. А вот переплачивать, когда в подошве вообще нет никаких нормальных амортизационных технологий, с моей точки зрения, это деньги на ветер. Спасибо большое за просмотр, на самом деле осталась еще одна большая тема, это кинетоз в играх и в VR-шлемах, то есть укачивание. Но она прям очень глобальная и такая, довольно специфическая. Там можно говорить и про сами проявления кинетоза, и о том, как с ними можно бороться через настройки в играх, и какие методы используют разработчики, чтобы не укачивало. В общем, если интересно, пишите в комментариях, сделаю отдельный ролик. И еще давайте обсудим, с какими проблемами вы сталкивались при работе и при игре за компьютером. Пишите, какие проблемы всплывали лично у вас, или все отлично и хорошо. Если видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Берегите здоровье, лучше постоянно по чуть-чуть заниматься профилактикой, чем потом разгребать серьезные последствия. И до встречи в следующих роликах, которые уже скоро. Пока-пока. И напоминаю про скидку и промокод на сайте Пикукру. Не пропустите. Пикукру. 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 Пикукру.